приветствуем вас дорогие друзья на нашем канале перед тем как начать хотелось бы попросить вас поставить лайк и подписаться на канал приятного просмотра меган маркл и принц гарри переехали в новый дом и показали его часть не так давно меган маркл и принц гарри отказались от возможности унаследовать королевский престол и дали себе возможность переехать и жить независимо в соединенных штатах америки новое жилище семьи находится в калифорнии рядом с домами многих голливудских звезд дом стоит около 15 миллионов долларов недавно принц гарри дал интервью для издания gq разговор журналистам состоялся в формате видеосвязи а видеозапись выложили в интернет поэтому зрители увидели часть нового дома звездной пары гарри сидел на диване кремового цвета с маленькими подушками для декора на заднем фоне можно разглядеть три оригинальные черно-белые картины вероятно купленные на аукционе трудно понять что именно изображено на этих креативных произведениях искусство но многие предполагают что на рисунке птичьи гнезда также позади дивана расставлены ароматические свечи придающие комнате атмосферы уюта кроме этого в кадре виднеется горшок с домашним растением а в углу комнаты почему-то стоит лестница которая опирается на стену вероятно она тоже является частью декора судя по всему гарри и мэган уже успели прекрасно обустроиться в новом доме и полюбили это жилье инсайдеры рассказывают что переезд сделал пару значительно счастливее они любят это место это то на что они надеялись и даже больше возможность поужинать на улице в октябре это большая перемена для гарри он любит это они оба это любят рассказал инсайдер американскому изданию hollywood life развод родителей оказал большое влияние на принцев уильяма и гарри которые пережили семейную драму в раннем возрасте историк роберт лэйси посвятивший свою новую книгу в рожде между сыновьями леди ди уверен что именно разлад между принцем чарльзом и принцессой дианой повлиял на личную жизнь герцогов в будущем и если гарри лишь косвенно претендующий на престол мог до последнего оставаться при своем мнении уильям не мог избежать влияния бабушки королевы елизаветы настало время пожинать плоды своих же решений пишет историк мы думали что беспорядки хаос и трагедия 80 90-х с участием их родителей закончилась теперь же все вернулось к жизни в виде этих двух мальчиков они наследие всей этой душевной боли лэйси полагает что гарри и уильям сделали для себя разные выводы относительно того что привело к трагедии напомним спустя год после развода диана разбилась в автокатастрофе в париже и конечно же елизавета вторая сделала все возможное чтобы поселить в голове своего прямого наследника одну простую но очень важную мысль долг перед страной всегда превыше любви после знакомства с кейт мидлтон уильям фактически заставлял бедную девушку ждать 9 лет проходя прослушивание на роль супруги главы государства он усвоил урок долго уверен роберт мнение гарри был таким я не совершу такую же ошибку как и мои родители я женюсь по любви и он был так счастлив и горд заявить что любит меган с момента как встретил ее в 2016 году продолжает писатель все думали что гарри женится на красивой девушке по имени генри это или аннабель и поселиться в пригороде вместе этого он нашел меган полную американской энергии и независимости когда она приехала в британию она думала что нашла новую платформу тогда как королевская семья вообще не собиралась предоставлять ей никакой платформы просмотра британский журналист пирс морган который раньше был другом меган маркл в очередной раз набросился на герцогиню сасекскую с критикой об этом сообщает издание экспресс причиной стало заявление меган о психическом здоровье и о том что она была персоной наиболее подвергавшийся троллингу в 2019 году супруга гарри заговорила об этом выступая в подкасте тинетч ферапе меган маркл тогда заявила что онлайн троллинг был практически непреодолимым и оказал разрушительное воздействие на ее психическое эмоциональное здоровье пирс морган обнаружил заявление бывшей подруги некоторое несоответствие известно что с момента вступления в королевскую семью меган маркл вообще не было ни в каких соцсетях так как это запрещено протоколом ее величество а с момента мегзита она там так и не появилась вдобавок пирс посоветовал меган маркл быть более дальновидной и назвал ее привилегированной принцессы после того как то отдалилась от королевской семьи она сказала что является человеком наиболее подвергнувшимся троллингу во всем мире это неправда конечно дональд трамп не согласился бы с этим то она говорит что онлайн троллинг не давал ей жить а теперь сказала что не была зарегистрирована в социальных сетях в течение многих лет ну и что это такое королева елизавета вторая настаивает на том чтобы принц гарри женой меган маркл и сына марчи приехал на рождество в букингемский дворец несмотря на противоречие между королевы и семьей ее внука елизавета хочет видеть всех членов королевской семьи в этот праздник историк и королевский эксперт роберт лейси утверждает что гарри с семьей обязан посещать рождественские праздники на протяжении еще двух лет люди будут разочарованы если их первое прибытие великобританию будет рассматриваться исключительно с точки зрения судебного дела и я думаю что британцы будут ожидать какого-то семейного примирения рассуждает он имея в виду судебные тяжбы принца с прессой также он напомнил что прошлое рождество и летние каникулы герцог и герцогиня сасекские провели за пределами великобритании так что да я думаю что они должны увидеть семью на рождество добавил он другой эксперт ингрид сьюарт автор книги королева говорит сообщила что елизавета вторая ее супруг герцог оденбургский филипп скучают по правнуку она считает что встреча обязательно состоится гарри и мэгган не будут препятствовать общению сына с прабабушкой но вот когда это произойдет пока непонятно они должны это сделать из-за слабости принца филиппа мэгган позаботиться о том чтобы они взяли арчи абсолютно точно но только не на рождество высказала свое мнение в британии раскрыли что могло усугубить отношения между принцами уильямом и гарри об этом пишет сплетник выяснилось что мэган маркл и принц гарри взбесили принца уильяма тем что они несколько часов скрывали от журналистов рождения первенца арчи а выигранное время как уверяет королевский эксперт роберт лесли бывшие герцоги использовали для спокойного возвращения в дворец уже с малышом утром 6 мая 2019 года мэган родила своего здорового сына малыш арчи появился на свет в 5 часов 26 минут утра это позволило звездной паре вместе с мамой мэган дори и регланд незаметно вернуться в виндзор со своим тайным драгоценным грузом их хитрость заключалась в том что в два часа дня букингемский дворец опубликовал вводящее в заблуждение заявление что у герцогини сасекской только начались роды хотя на самом деле ребенок появился на свет еще восемь часов назад написал лесли в своей книге которую он посвятил мэган и гарри такой ход не понравился принцу уильяму поскольку они с кейт миддлтон познакомились со своим наследником только на восьмой день после его рождения к герцоги сасекский решили схитрить абсолютно все королева елизавета вторая ее муж принц филипп принц чарльз и камилла пришли через несколько часов чтобы поворковать с малышом казалось странным что герцоги кембриджские познакомились с арчи больше чем через неделю причем не взяли на эту встречу джорджа шарлотту и луи подчеркнул эксперт в своей книге ранее мы рассказывали как мэган маркл и принц гарри отшили елизавету вторую так бывшие герцоги которые проживают сейчас сша отказались отмечать католическое рождество с елизаветой второй принцем филиппом мэган жаждет провести первое рождество в новом доме со своей матерью она предвкушает этот праздник и уже вовсю готовится следуя традициям ее семьи выдали инсайдеры планы бывшие герцоги мэган маркл и принц гарри запустили сайт своего общественного фонда арчоу создавали его герцоги еще весной взамен сасекского после отказа от исполнения королевских обязанностей проект планировали реализовать еще летом но помешала пандемия коронавируса как сообщает миррор в полном объеме сайт пока недоступен работает только главная страница но уже сейчас все поклонники герцогов сасекских смогут получать от них именную рассылку для этого нужно только лишь оставить адрес своей электронной почты таким образом мэган и гарри реализовали свой еще один проект в планах у пары также съемки фильмов и программ для нетфликс и участие в реалити-шоу кроме того недавно сообщалось что герцоги сасекские отправиться праздновать рождество в лондон но по последней информации они встретят его в сша как сообщает издание hello организация работает уже несколько месяцев но сайт арчел точка ком появился только сейчас на главной странице сайта всем зашедшим предлагается указать свой адрес электронной почты чтобы получать обновление о деятельности и инициативах организации сайт был запущен одновременно с появлением пары во вторник на таймстотокс когда они говорили о глобальном кризисе дезинформации распространяющиеся в интернете гарри и мэган которые живут в санта-барбаре где летом приобрели дом после ухода с должностей членов королевской семьи также рассказали о том как интернет влияет на важные проблемы от расового равенства до психического здоровья их предыдущая благотворительная организация сасекс royal foundation была официально ликвидирована они закулисно работали над фондом который как ожидается будет отстаивать проблемы которые они поддерживают расовую справедливость гендерное равенство изменение климата психическое здоровье и язык вражды в интернете пишет daily mail возможно в скором времени у фонда появится и своя страница в инстаграм и следить за жизнью гарри и мэган станет еще проще но это не точно ведь они так хотели всегда приватности больше читайте